В Твери обсудили вопросы здоровья граждан. Круглый стол, который был организован Общественной палатой Тверской области, прошел на базе региональной площадки «Точка кипения» Тверского государственного университета. В числе спикеров – именитые медики, представители общественных организаций и муниципалитетов Верхней Волжи. Подробности у Никиты Васильева. В условиях распространения COVID-19 вопросы здравоохранения выходят на первый план. Сегодня на территории Тверской области реализуется федеральный проект «Здоровый муниципалитет». Активное участие в нем принимает Общественная палата Тверской области. Как отметил ее председатель Александр Бутузов, вопросы, связанные с коронавирусом, сейчас, понятное дело, звучат в числе первых. Но есть и другие темы. Большое количество болезней, которые косят сегодня человечество, о которых я сказал, это, прежде всего, сердечно-сосудистые заболевания, лечение которых сегодня находится за пределами возможностей многих людей, потому что это очень дорогостоящие сердечные операции на сосудах и так далее. Но, как ни странно, врачи говорят, что часто здоровье находится в наших руках, в здоровом образе жизни. И вот сегодня о таких проектах, проектах здорового образа жизни, которые не требуют больших федеральных денег, государственных денег, а связаны просто с человеческой культурой. Один из таких проектов — Академия здоровья. В его рамках реализуется большое количество оздоровительных практик. Самый свежий пример — дыхательная гимнастика для людей, переболевших COVID-19. Занятия проходят на свежем воздухе. За минувший летний сезон в них приняли участие десятки горожан. Занимаясь по этой программе, человек, прежде всего, повышает свой уровень здоровья в целом, повышается значительный иммунитет, причем я так, может быть, сейчас говорю голословно, но у нас все это очень проверено, достаточно достоверно. Ну и, кроме того, имеется возможность реабилитации для пациентов, которые перенесли ковид. Как вы знаете, там остаются довольно тяжелые последствия ковидной инфекции, и они могут затянуться и, в общем-то, остаться на всю жизнь. Также в ходе круглого стола его участники обсудили консолидацию активистов, некоммерческих организаций, органов местного самоуправления и государственной власти в создании условий для ведения здорового образа жизни различных категорий населения региона. Продолжение следует...